Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В этом выпуске узнаем всех участников 1-8 финала Лиги Европы, посмотрим все результаты ответных матчей стадии 1-16 и в конце выпуска посмотрим список лучших бомбардиров Лиги Европы 16-18 года на данный момент. 22 февраля в среду состоялись три матча, Манчестер Юнайтед, который в первом матче практически решил все свои проблемы, во втором матче на выезде вновь обыграл Сент-Этьен, на этот раз 1-0. По сумме двух матчей 4-0. В первом матче Шальке тоже не имел проблем с Паоком, в ответном матче клубы расписали мировую 1-1, далее идет Шальке. Краснодар показал грамотную умную игру, не сломался под давлением Шукру-Саркаглу и был вознагражден выходом в 1-8 Лиги Европы. Этот матч закончился в ничью 1-1. 2-1 по сумме двух матчей, напомню в этот день 22 февраля 9 лет назад был основан ФК Краснодар. Олимпиакос не смог забить дома ни единого мяча Осман-Леспору, на выезде разыгрался 0-3. Турция теряет еще одного представителя в Лиге Европы, а греки в 1-8. Апаэль дома обыграл атлетик Бильбао 2-0 и выбил испанцев из кубка. Счет двухматчевого противостояния 4-3. Аякс обыграл польскую Лигию 1-0. Это единственный мяч, забитый за две встречи, который и помог Аяксу продолжить борьбу в Лиге Европы. Бешикташ повторно обыгрывает ХПЛ, в этот раз 2-1 и будет представлять Турцию и дальше в этом розыгрыше. Вы видели, как соперника прижимают к своим воротам весь матч. Вы видели, чтоб на поле была видна лишь одна команда. Это все про матч Зенит-Андерлект. Настоящая драма развернулась в этом поединке. Владение мячом Зенита достигало 70%. Команда сразу прижала соперника к своим воротам. Для победы в двухматчевом противостоянии Зениту нужно было забить 3 мяча и не пропустить. С первой задачей команда Луческу справилась, но пропустила очень досадный мяч на последней 90-й минуте. 3-1. По сумме двух матчей 3-3 за счет забитого мяча на выезде, быть может и несправедливого, Андерлект проходит дальше. Рома решила расслабиться после выездного 0-4. В ответ на матч уступила дома Вильяреалу 1-0. Но все равно будет продолжать играть дальше. Леон устроил разгром АЗ 7-1. 11-2. Общий счет. Кто прошел дальше, догадайтесь. Генг Астра 1-0. Первый матч 2-2. К Андерлекту присоединяется еще одна бельгийская команда. После поражения 1-0 Тетенхэму нужна была только победа в матче с Гентом. Но бельгийцы смогли удержать ничью 2-2. В итоге у Бельгии 3 клуба в 1-8 финала. Выиграв на выезде в первом матче 1-0, Ферентина дома уступает Баруси и Мюнхен-Гладбак 2-4. Мощно в первом матче сыграл против Спарты 4-0 Ростов. После чего мало кто сомневался в его проходе. В ответ на матч ничья 1-1. И еще один представитель России продолжает борьбу за кубок. Копенхаген-Лудогорец 0-0. По сумме двух матчей 2-1 в пользу Копенхагена. И в 13-м матче среды Шахтер, как и Зенит, пропускает обидный гол на последних минутах. Правда с пенальти 1-1 общий счет двух матчей. Игра переходит в экстра тайм, в котором Сельта забивает еще один гол. После чего харьковские болельщики уже начинают покидать трибуны. Общий счет игры 1-2 и Сельта обошла Шахтер. Рекомендую также посмотреть обзор всех матчей Лиги Чемпионов. А если это видео вам понравилось, было полезно и интересно, ставьте под ним лайки, делитесь в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Это бесплатно.